В конце 70-х годов того 20-го века исследователь и менеджер и консультант по менеджменту Ицхак Адизис задался вопросом, вот во всех учебниках по менеджменту есть такие образы руководителей. Это такой папа компании, ну чаще всего папа, не мама. Человек, который знает, какие лопаты мы будем производить, наш завод будет производить. Это человек, который смотрит в будущее и знает, какие лопаты будут востребованы через несколько лет. Это человек, у которого все упорядочено и хорошо администрируется. И это еще человек, к которому можно прийти, поговорить, он понимает, он такой человечный, он такой, находит решение каких-то конфликтных ситуаций. Вот, собственно, во всех книжках этот образ и у нас в голове образ такого руководителя, он есть, но что-то в реальной жизни мы не находим таких людей. То есть у нас либо, ааа, какой-нибудь, пойдемте, пойдемте срочно копать, или нам нужно срочно выполнить план, или человек, который прям дотошный такой бюрократ, все должно быть по порядку, все должно быть уплочено и зафиксировано. Либо это какие-то прожектеры, которые, ааа, давайте замутим какую-нибудь новую лопату. Вот разные-разные люди и никогда не бывает вот такого идеального руководителя. И, собственно, тогда по итогам этих размышлений, наблюдений, изучений и совместных проектов, он написал книгу «Идеальный руководитель. Почему его не может быть?» Что в этой книге интересного для нас и как мы можем это использовать в нашей ежедневной практике? В чем суть подхода Ицхака Одизиса? Значит, есть четыре основных функции, которые есть у каждого менеджера, неважно какого уровня, неважно какого масштаба компания. Значит, первая у нас задача, которую решает каждый руководитель, это продакшн, да, что нам нужно производить, что нам нужно делать, какие продукты, какие товары или услуги мы производим. Дальше любой менеджер решает вопросы администрирования. Это то, как мы организуем работу, как настроены наши производственные процессы, бизнес-процессы и так далее. Дальше любой руководитель задумывается о перспективах. И это предпринимательство. Ну, я по-английски пишу именно так, как в книге и так, как в тестах во всех, которые вы будете проходить, как это указано. То есть это предпринимательский дух. Это то, что вы смотрите в будущее, то, что вы придумываете, то, что вы видите, что вы будете производить, какие услуги и товары в какой-то перспективе. И есть еще задача интеграции. Нужно организовывать коллектив, нужно настраивать внутреннюю коммуникацию, взаимодействие и так далее. Вот у нас есть четыре показателя. И мы говорим о том, что идеального руководителя не бывает. У этих букв бывает два, ну, скажем так, регистра. Есть большая буква, это значит, что у вас этот навык развит. И есть маленькое написание этой буквы, это значит, что у вас этот навык есть, вы умеете это делать, но это не ваш приоритет, не ваша сильная сторона. Следовательно, после тестов, после наблюдений, после самодиагностики, ваш код менеджера может выглядеть, например, так. Вы сильны в производстве, у вас есть навыки администрирования, но это не ваша сильная сторона. Вы не то чтобы сильно большой предприниматель, вам лучше сконцентрироваться на том, что производится. И вы, например, хорошо организуете людей, вы хорошо их интегрируете. Таким образом, вот это ваш персональный код менеджера. Какой другой может быть код? В принципе, не важно, что мы производим, главное, чтобы было все правильно оформлено. Может быть, вообще никакого предпринимательского задора у нас есть, прочерк на этой теме. И маленькая интеграция, что, ну, в принципе, надо же организовать, чтобы все было хорошо администрировано. Но это не сильная сторона человека, это не тот человек, который может организовать работу команды. То есть вот это будет другой код менеджера. Что может быть другое? Может быть, человек, который сконцентрирован на производстве, у него может быть не сильно, есть, но не сильно развито администрирование, у него очень хорошо развито предпринимательство, он видит будущее. И, ну, как-то люди, не его сильная сторона, организация людей не очень сильная сторона. То есть может быть вот такой вот человек. Не бывает вот прям, чтобы все было отлично, но вот такие менеджеры иногда случаются. Особенно в стоп-менеджменте часто попадаются такие люди. Мы вот таких вот не берем, вот этот последний, это не наш случай. Но в чем идея, в чем польза для нашей работы, польза этого подхода? Во-первых, свой вот этот код можно узнать с помощью теста. Тесты переведены на русский язык, и вы можете, уже понимая логику, даже не заказывая дорогую расшифровку этого теста, вы уже по коду сможете понять, кто вы в этой команде, провести самодиагностику. Но основная задача вот этого подхода заключается в том, что для того, чтобы компания хорошо работала, успешно работала, нужно, чтобы в управленческой команде были люди с разными кодами, которые дополняют друг друга. То есть, например, если я, а это мой код, если я хорошо в производстве, я понимаю, я могу про администрирование, но это не то, что доставляет мне массу удовольствия, я прям про будущее, и давайте я знаю, что у нас будет через 50 лет, и в принципе у меня достаточно неплохие такие интеграционные навыки. Вот есть один человек в управленческой команде. Кто нам нужен сюда, чтобы команда хорошо работала, чтобы у нас не проваливались какие-то вещи? Например, нам нужен человек, который понимает в производстве, что мы делаем. Должно быть сильное администрирование, чтобы компенсировать дырку в администрировании вот здесь. В принципе, мы можем человека найти, который у нас есть один предприниматель, нам одного хватит, и человек, который, например, умеет объединять команду и контролировать. Так вот спайка из таких двух людей, управленческая команда из таких двоих людей, она будет уже сбалансирована, у вас не будет, например, провала по администрированию. Или, например, у нас есть человек, который не очень сконцентрирован на производстве, но он такой бюрократ прекрасный, и вот это у нас будет администратор. То есть, в принципе, ему не надо включаться в производственные процессы, он не должен думать про маркетинг, в принципе, это не его задача. Мы берем человека исключительно на то, чтобы он администрировал какой-то наш проект, какой-то наш процесс. То есть, вот комбинируя, собирая команды, а не натаскивая человека, чтобы он был воплощением идеала во всем, во всех этих проявлениях, вот, собственно, та инновационная идея, которая, ну, сейчас считается на русском языке инновационной, но она появилась вот в конце 70-х годов, пройдет еще лет 50, и мы будем считать, что это классика менеджмента, но сейчас это кажется такой новой идеей, которая позволяет очень качественно проводить консультирование компаний, пересборку редакции, поиск людей, которые, вот, собственно, компенсируя провал в той или иной сфере, они сразу выравниваются и получают хорошие результаты на выходе. Вот, собственно, в чем суть концепции ЦХК-дизиса.